Добрый вечер. Сегодня мы показываем одну из классических картин итальянского неореализма «Любовь в городе». У нас в гостях кандидат искусствоведения, преподаватель ГИКа, моя коллега Марина Тарапыдина. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Кирилл Ильич. Сегодняшняя картина как раз та, которая требует, скорее, преподавателя нежели чистого тиноведа, поскольку это одна из основных частей курса истории итальянского кино, который так или иначе связан с началом и концом итальянского неореализма. Это 1953 год, это рубежный год в какой-то степени. Поэтому у меня к вам двойной вопрос. Первый – это как вы восприняли эту картину, и второе – как его восприняли наши студенты? Ну, студенты... Я начну тогда со второго вопроса. Студенты восприняли её, по-моему, хорошо. Студенты у нас закалённые, это уже третий курс, поэтому им не страшен ни неореализм, ни что бы то ни было иное. Я восприняла эту картину с некоторым сомнением, когда услышала, что вы хотите взять её в свою программу. Мне кажется, что это действительно такой фильм, который относится к таким учебным фильмам. Но потом я подумала, что, наверное, да, и для зрителей, которые смотрят кино вечером, а не по обязанности как студента, это тоже может быть довольно интересный и полезный опыт. Ну, дело в том, что там, в этой картине, можно найти новеллы, созданные практически всеми знаменитыми режиссёрами, как неореалистического периода, так и интеллектуального философского кино, куда они уйдут как раз после «Любви в городе». Да, и это, безусловно, очень интересно и очень удобно, что вы можете сейчас за час с небольшим ознакомиться с творчеством шести режиссёров сразу. Насколько студенты реагировали на разные новеллы по-разному, или у них было общее восприятие этого фильма? Ну, студенты, надо сказать, очень радостно отреагировали на новеллу «Феллини», потому что в ней тоже чувствуется такой узнаваемый «Феллини», да, и сам темп съёмки, ритм. Мы видим, с одной стороны, будущего героя сладкой жизни, потому что главный герой в этой новелле – журналист, а с другой стороны, мне кажется, что вот этот проход и эта заполненность фона разными персонажами, которые как бы вот действительно в таком волшебном шоу то возникают, то куда-то пропадают. Сама история достаточно фантастическая. Вот, конечно, в этом узнаётся «Феллини», и они, в общем, мы сейчас об этом говорим, как о подопытных кроликах немножко, вот. И действительно, студенты реагировали на «Феллини» очень хорошо. Что вам сказала сеньора? Она объяснила суть дела? Сеньор очень богатый, молодой. Ещё что? У него большая вилла в деревне и много земли. И что вы об этом подумали? Я рассмеялась. Мне всё это показалось сном. Почему? Зачем такому богатому человеку жениться на мне? Вот такой вот короткометражный фильм – это что-то вроде автографа режиссёра, который мы получаем, когда смотрим этот фильм. И, безусловно, интересно наблюдать за тем, как какие-то особенности их стиля угадываются в этом коротком метре. Например, когда мы смотрим фильм «Антониони», я вот не знаю, можно это сейчас говорить, это не будет выглядеть как спойлер. Вот, нет, почему можно? Постараемся, да? Вот. Там есть такие моменты, скажем, когда героиня рассказывает о своих переживаниях. И я поймала себя на том, что вот потом, когда «Антониони» будет снимать, например, «Ночь», всё это повторится. Там будут те же переживания, будут те же любовные треугольники. Но уже героиня в фильме будет молчать. Она не будет рассказывать об этом, как в новелле, которую «Антониони» сняла для «Любви в городе». А как бы этот рассказ уже заменит молчание его героев. Но это молчание странным образом оттенило шумный мир, окружающий меня мир. Я не хотела слушать, я закрыла окно. Но это продолжалось. Мне казалось, я стажу с ума. Так же, как и финальная сцена, когда идёт комментарий закадровый. Мне кажется, что это такой очень характерный финал для «Антониони». Но этого комментария у него уже не будет в его более поздних фильмах. А в новелле это ещё даётся в закадровом голосе. В том числе, может быть, ещё и потому, что этот фильм составлен как такой журнал. В смысле, не киножурнал, а журнал публицистика. Публицистика в картинках. Публицистика в картинках, да, на злободневные какие-то актуальные проблемы того общества, в котором живут эти режиссёры и работают. Ну, здесь нужно вспомнить о том, что крёстный отец этого замысла был сценарист Чезарь Дзаватиня, который вообще считается крёстным отцом итальянского неореализма, и которому принадлежит очень любимая мной история, когда он говорил, что идеальная картина – это картина, где камера без режиссёра следует за каким-то человеком. И желательно, чтобы в жизни этого человека за те 24 часа, которые за ним следует камера, ничего особенного не происходило. То есть никакого сюжета, никакого саспенса, никакого романа, никакой любви, никакой мелодрамы, а просто повседневная жизнь. И тут он нашёл, по-моему, для себя идеальный вариант, потому что на самом деле все новеллы, как игровые, так и документальные, или стилизованные под документы, представляют собой такие истории из жизни, в которой ничего особенного не происходит, если не считать, конечно, попытки самоубийства, которое интересует больше всего Метелланджело Антониони. Я думала, что умирать легче. А что вы испытывали, когда текла кровь? О чём вы думали? Ни о чём. Всё было как в тумане. Стало всё безразлично. Может, вы думали о своём женихе? Ваши чувства в тот момент были очень сильными или ослабли? Безусловно, сильными. Я же из-за него это делала. Дело в том, что у любви к городу были проблемы с итальянской цензурой. Цензура вырезала несколько кадров из Красновелла Антониони, потому что там и шло самоубийство. Думали, что эти кадры потеряны, но потом их обнаружили в итальянском киноархиве и восстановили. Так что тот вариант, который посмотрят зрители канала «Культура», будет полным вариантом. Правда, сейчас очень трудно себе представить, что именно заставило цензуру так болезненно реагировать. Может быть, просто правда жизни, которая стремилась через Редзаватине. Но там есть и новелла Карла Лизани о продажной любви. Есть самая центральная новелла «История Катерина», где Редзаватине и Мазелли как раз рассматривают конкретную какую-то историю человеческую. Как раз новелла Заватине сделана не так, как он это описывает. Это действительно новелла, основанная на реальных событиях, но она снята как такая реконструкция. Что-то среднее между журналистским расследованием и... Как это называется, когда снимают на месте? Следственным экспериментом почти. В этом смысле мне кажется, что здесь такая интересная история. С одной стороны, они действительно стремятся следовать неким правилам, отвергая некие правила или условности старого кино, они формулируют в альманахе или за кадром съемочного процесса некие правила, по которым теперь они должны действовать. И это всегда очень интересно. И мы знаем много случаев, когда такие правила формулировались. И Догма 95 нам предложила некие правила тоже, по которым нужно снимать или не указывать имя режиссера в титрах. Так что здесь всегда, мне кажется, нужно учитывать или, так сказать, не вполне доверять... Совсем не доверять. Или совсем не доверять тому, что говорится, и отличать это очень хорошо, или всегда сопоставлять это с тем, что на самом деле снимается и предъявляется зрителю. Ну вот с этим связано то, что любовь в городе многие считают концом неореализма. Это как бы его своеобразным убийством. Что неореализм исчерпал себя, и надо дальше идти в каком-то другом направлении. Но кино продолжается, его снимают те же люди. Они снимают по-другому. Снимают по-другому, да. Потому что, например, тот же Антонио не говорит, вот были проблемы у человека с велосипедом, теперь велосипед у него есть, а счастья нет. Фильм «Похитители велосипедов». Да, имеется в виду фильм «Похитители велосипедов». Но это не в уничижительном, конечно, смысле. Просто действительно Антонио интересуют какие-то другие проблемы. Но вот возвращаясь к сегодняшнему фильму, интересно, что, казалось бы, у режиссера совсем простая задача. Ты должен найти человека, следовать за ним, все это так прямо на улице, все это по следам реальных событий или истории из жизни. Но, тем не менее, остается какой-то, видимо, творческий пафос или творческий потенциал, который в этих фильмах реализуется. И вы знаете, мне кажется, что есть какие-то вещи, которые просто в кино происходят, и они будут продолжаться. Это будут какие-то визуальные. Или, например, в последней новелле у Латуады, там, где, это называется, итальянцы оборачиваются, все начинается так же как-то очень весело, очень мило. Мы видим юных девушек, которые бегут по городу. Мы понимаем, что это вот этот город. Он выглядел вот так в 1953 году. Мы понимаем, что так выглядели настоящие, реальные итальянки в 1953 году. Хотя мне кажется, что он все-таки их немножко приодел для этих съемок. Они такие все очень интересные. А есть какие-то моменты в этом фильме, которые вдруг напоминают нам нуар, такая сцена преследования, например. Но это нуар, который снят при ярком солнечном свете. Мне кажется, что вот какие-то такие тонкие очень моменты, они все-таки говорят о том, что существует этот вот творческий поиск. Наверное, такой процесс преодоления прошел во время этого неореалистического периода условного. И набравшись опыта, режиссеры снимают дальше. Ну что ж, это прекрасное завершение обсуждения картины «Любовь в городе». Спасибо, что вы пришли. И рассказали нам о своей реакции, о реакции наших студентов на фильм «Любовь в городе», который, надеюсь, помогут зрителям канала «Культура» разобраться в этом произведении. Спасибо. Спасибо вам. У нас в гостях была Марина Тарапынина, преподаватель ДНИК и кандидат искусствоведения. И мы говорили о ключевой в истории итальянского кино-картине, «Любовь в городе», в создании которой принимали участие почти все крупные режиссеры начала 50-х годов. «Любовь в городе» 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 Продолжение следует...